Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Захаралиева. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем в выпуске. 27 аварий за одну неделю. О неутешительной статистике госавтоинспекции смотрите через минуту. 28 аварий. Скелеты из прошлого. В прибрежной зоне между Махачкалу и Каспийском обнаружены захоронения с человеческими останками. В разгаре сезон сбора урожая кавказской дикой хурмы. Чем полезен плод и как его правильно собирать смотрите в выпуске. Все равно поболеем. Воспитанники дагестанских спортшкол составляют в костях сборной Азербайджана по вольной борьбе. 4 человека погибли. Еще 40 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП на дорогах республики за прошедшую неделю. Всего сотрудниками госавтоинспекции было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий за период с 20 по 26 февраля, сообщается в пресс-службе ГИБДД региона. В прибрежной зоне между Махачкалу и Каспийском обнаружены захоронения с человеческими останками. По предварительной информации, найдено 18 скелетов. На черепах обнаружены отверстия, похожие на пулевые. Сейчас Управление Следственного комитета по республике Дагестан проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства. По одной из неофициальной версии, останки могут относиться к 30-м годам прошлого столетия со времен репрессий. Очистку реки Черкесо-Зинь в Махачкале завершат до конца 2024 года. Общая сумма выделенных средств составит более 38 млн. рублей. Ход проведения работ водоемов в поселке Турали Ленинского района проинспектировал заместитель председателя правительства республики. Нариман Абдул-Муталибов посетил три наиболее проблемных участка, где в период осадков подтапливаются близлежащие улицы. По словам вице-премьера, причин повышения уровня воды несколько. Это самовольно возведенное строение, что привело к сужению русла и снизило пропускную способность, и сброс жителями водоем коммунальных отходов. В данный момент с объекта вывезен грунт из русла реки в объеме 18 тысяч кубометров. На объекте задействовано 9 единиц спецтехники. У местных садоводов сейчас в самом разгаре сезон сбора урожая кавказской дикой хурмы. Эта ягода растет в горных широколиственных лесах Дагестана или по ущельям. С местных мини-плантаций они расходятся не только по республике, но и за рубеж. Чем полезен плод и как его правильно собирать, выясняла Патюма Тханапова. Дикая хурма в селе Нижнее Инко росла всегда. Сады здесь передаются из поколений в поколение. Сбор экзотических черных ягод – событие важное. На это действие обычно сижается вся семья. В хозяйстве Гаджи Магомедова под дикую хурму отведено более пяти соток садовой территории. Урожай, говорит хозяин, в этом году средний, но вкусовые качества черной хурмы даст пору любой ягоде. Эта хурма дикушка называется дикая. Из дерева где-то выходит от 30, 10, 15 килограмм, но от дерева зависит. Бывает 300 килограмм, которые выходят. Самая опасная работа в сборе хурмы – это сбивать их с дерева. Берется за это не каждый, да и умеет не всякий. Тут нужна ловкость и сила. Доверяют это дело только мужчинам, а женщины внизу разделяют и раскладывают плоды в ведра и коробки. Те, кто выращивают хурму, говорят, что она крайне неприхотлива. Иногда дерево растет практически на камнях, обнимая корневой системой какой-нибудь валона. И, конечно же, растения нужно поливать. Однако с этим возникают определенные проблемы. Главная проблема – это вода. Поднятие воды из рек на эти долины. Отрадно, что сегодня «Мемелетхоз» уже осуществляет реконструкцию пяти насосных станций, других межхозяйственных каналов растительных систем, что действительно вселяет серьезную надежду для закладки садов в этих долинах. Реализуют свой товар садоводы как в Дагестане, так и за ее пределами. Так, основные поставки идут в Азербайджан. Там дикая хурма является обязательным элементом праздничного стола «Наврус-Байрам», который пройдет в середине марта. Сюда приходят, мы обычно не возим никуда. Ну, обычно сюда приезжают. Вот сейчас клиент должен скоро подъехать. Он сказал, выехал. Собирают туда везти, времени не бывает. Вот с января собираем мы его до марта. Патиман Ханапова, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Гумбетовский район. Благоустройство городского пляжа завершат уже к началу купального сезона. В ближайшее время темпы ремонтных работ будут ускорены, заверили сотрудники подрядной организации. Отметим, что в текущем году в столице будет также благоустроены пляжи «Березка», «Лунный берег» и набережная в микрорайоне «Редукторный». Автор Китау благоустроит три локации. Накануне поселок посетил исполняющие обязанности мэра Резван Газимагомедов совместно с главой советского района Арсеном Айдиевым. На месте граноначальник поручил обеспечить своевременную санитарную очистку кладбища поселка и благоустроить прилегающую к нему территорию. Затем Газимагомедов встретился со спортсменами. Выслушав их пожелания, было принято решение увеличить количество воркаут-площадок. В завершении обхода граноначальник обсудил возможность создания парковой зоны и музея истории поселков Тарки, Кехулай и Альбурикен, а также современной смотровой площадки. Дагестан оказался на третьем месте в России по уровню безработицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные. Более 11% населения нетрудоустроено. Во усайдерах рейтинга оказались еще два северокавказских региона – это Ингушетия и Северная Осетия. И о спорте российских спортсменов пока не допускают до крупных международных турниров, но нам всегда есть за кого поболеть. Воспитанники дагестанских спортшкол составляют в костях сборная Азербайджана по вольной борьбе. В эти дни команда в Махачкале готовится к чемпионату Европы. На одной из тренировок побывал наш спортивный корреспондент Корбан Рагимов. Ему слово. Вольники из команды Азербайджана в Махачкале. Сбор в столице Дагестана станет для них одним из этапов подготовки к чемпионату и первенству Европы. Основная часть тренировок борцов будет проходить здесь, в стенах спортшколы имени Гамида Гамидова. В Махачкале национальная команда вольников соседней республики проведет две недели. В составе 20 борцов. Первая группа проводит финальный этап подготовки к молодежному первенству Европы, которая состоится во второй декаде марта в Бухаресте. Вторая группа – взрослая сборная. Недавно приступила к тренировкам после рейтингового турнира в Загребе. Первый втягивающийся сбор для взрослой команды, которые готовятся к чемпионату Европы. Основной, последний сбор, ковровый сбор – это те, кто будет бороться на чемпионате Европы до 22 лет. Зал в основном будет тренироваться в школе Гамидова. Будем ходить в Садулаевскую школу и Махачевую школу. Будем по разным залам ходить, но в основном весь тренировочный процесс будет проходить здесь у нас. Да, все титулованные борцы в этом зале тренируются. Можно даже здесь просто прийти и посмотреть. Все, вот в вечерном все здесь бывают, в этом зале. И олимпийские чемпионы, и чемпионы мира, и чемпионы Европы, все, чемпионы России, все в этом зале тренируются. В строю все лидеры азербайджанской дружины. Завершивший карьеру олимпийский чемпион Шарип Шарипов тоже на ковре. Но теперь он помогает своим партнерам по сборной со стороны. Другой титулованный вольник, призер двух олимпиад, трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев работает наравне со всеми. И пока не намерен вешать борцовки на гость. В начале прошлого года состав команды пополнил Магомед Хан Магомедов. За сезон полутяжеловес из Махачкалы отметился пока лучшими результатами в своей спортивной карьере. Выиграл чемпионат Европы и стал третьим на Мундиале. С января месяца прошлого года перешел я. Приняли достойные ребята, честно сказать. Ну, соседи нас, как они могут, кроме как достойно принять. Как дома, да, можно сказать. Вежим дня, просыпаемся, 7.30, 8 часов прогулка у нас, завтрак, 10 часов тренировка. Приходим, часов 12 где-то освобожаемся. В час обед, поспим полчаса, часик отдых. И вечером опять 6 часов тренировка тут. Еще один воспитанник Дагестанской школы борьбы в составе команды соседней страны Джабраил Гаджиев. Уроженец Ахтынского района побеждал на юношеских и молодежных первенствах мира. А теперь намерен заявить о себе во взрослой борьбе. Конкуренция, да, сильная. Все ребята хорошие, лучшие, можно сказать. Лидеры тоже есть. Ну, я первый год уже в взрослом борьбе, уже первый год перешел. Хочется, так же надо слушаться, тренировать, усердно работать. А еще результат тоже будет. Ну, наверное, главная цель – это олимпиаду тоже. Да, это с детства цель у меня. Даже когда помню Шарип Шарипов, Тогрул Аскера, вот эти ребята там еще из наших. Бесико духов боролся, серебряным призером стал Тогрулу. Такой был мальчишкой, там смотрел, было желание и работа. Ну, была цель. Ну, сейчас уже надо добить, надо восполнять свои цели, желаемое, еще более сущное. В школе имени Гамида Гамидова в эти дни тренируется и Фрэнк Чамиза. В Дагестане кубинский борец сборной Италии бывал не раз. Вот и сейчас приехал набрать форму и подготовиться к чемпионату Европы. «Я очень сильно скучал по Махачкале. Это мой второй дом. Здесь я провел прекрасное время. Мой следующий старт – чемпионат Европы. Часть подготовки я решил провести в Дагестане. Сейчас мне нужно упорно тренироваться и улучшать свою форму. Планирую выступать в своем весе до 74 килограмм». Тренировки команды Азербайджана в Махачкале завершатся 9 марта. Перед апрельским чемпионатом континента, который пройдет в Хорватии, борцы проведут еще два сбора в Баку. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Футболисты из ДГПУ стали обладателями Кубка Махачкалы среди студентов высших учебных заведений. Межвозовский турнир с участием порядка 30 коллективов посвятили памяти героя России Строфила Магометова. Игры проходили на базе Анджи-Арены. Команды выявляли сильнейшего по системе на вылет. Сборная ДГПУ в финале была сильнее сверстников из ДГУ. Третий призер из соревнований – футболисты ДГИ. Также в этот день определился победитель турнира среди СУЗов. Первое место досталось команде медколледжа имени Башларова. Мероприятие посетили представители мэрии Махачкалы, Муфтията, а также общественные деятели и известные спортсмены. На самом деле, через защитника Отечества, конечно, мероприятия много проводятся. И очень важно, чтобы наши молодежи, наши дети видели, что мы никогда не забудем подвиг наших героев, наших братьев, наших детей, которые погибли, которые воюют, которые защищают нашу Родину. Смотрите нас также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова